Здравствуйте! Вы смотрите программу по существу в студии Марины Рябцева. Сегодня у нас в гостях первый заместитель министра физической культуры и спорта Яковлев Алексей Николаевич. Алексей Николаевич, здравствуйте! Добрый день, Марина! В эти выходные в России прошло просто масштабное мероприятие «Спортивная лыжня России». Вот по данным специалистов в Чувашии приняло участие более 50 тысяч человек. Как вы оцениваете, как прошло мероприятие в нашей республике? Совершенно верно. «Лыжня России» в этом году объединила более 50 тысяч спортсменов, любителей лыжных гонок. Конечно, эти соревнования народ населения республики ждет. Заранее готовимся к этим соревнованиям. Соревнования. Сказать только один показатель, что по итогам работы этого года у нас по республике количество лыжных трасс увеличилось почти два раза, в том числе освещенных трасс. Это говорит о том, что сегодня трассы необходимы для жителей районов, городов, для того, чтобы подготовиться в том числе к таким масштабным спортивным состязаниям. В этом году мы считаем, что соревнования прошли на очень хорошей и позитивной ноте. Тем более, мы отмечали годовщину проведения в нашей стране зимней Олимпиады в городе Сочи. Это тоже своего рода, наверное, послужило дополнительным стимулом, поводом для того, чтобы люди пришли и поддержали это большое спортивное событие. Если мы в Российской Федерации говорим, более полутора миллионов человек участвовало, то в нашей республике, как уже говорили, 51 тысячу. Больше стало, чем в прошлом году? По сравнению с прошлым годом, почти на 2,5 тысячи человек больше у нас участвовало на этих соревнованиях. Радует то, что у нас количество участников растет не за счет таких больших мегаполисов, как Чебоксары, но и Чебоксары, а за счет количества участников муниципальных образований. Конечно, мы и в дальнейшем будем проводить по этой же системе, больше внимания уделять будем на местах, на муниципалитетах, сельских поселениях. Кстати, тоже очень активно в этом году прошли эти соревнования во многих сельских поселениях. Поэтому мы считаем, что и формат проведения, он очень успешный, и будем его совершенствовать. И в дальнейшем, надеюсь, что лыжня России только будет набирать обороты. А вот в этом году нововведение такое было, разделили профессионалов и любителей. Я слышала отзывы, что намного лучше, не было столпотворения, все так достаточно динамично прошло. Конечно, лыжные гонки, особенно для профессионалов, нужно как-то относиться к ним более отдельными требованиями, потому что здесь и лыжная трасса должна быть более качественно подготовлена. Хотя мы не говорим, что для массовых состязаний должна быть хуже трасса подготовленной. Тем не менее, тут, когда собираются специально подготовленные спортсмены, конечно, им всегда лучше, когда они отдельно соревнуются. Но это один фактор. Но другой фактор тут тоже, конечно, повлиял на то, что, к сожалению, у нас место проведения, где мы традиционно проводим парки 500-летия, у нас ведутся очень большие строительные работы. И сократили вроде, да? Обустройство вот этого нашего туристического большого центра, парка Амазония, и, соответственно, страста, она чуть сократилась. Поэтому мы решили разделить две категории участников, профессионалов, как бы отдельно мы их проводили в Лапсарах. А любителей всех лыжных гонок пригласили также традиционно 500-летий парка. Опыт показал, что действительно это очень отразилось и на качестве проведения. И спортсмены очень довольны. В принципе, нам все-таки удалось выявить лучших спортсменов в отдельных взятых категориях. Ну и, соответственно, и среди любителей спорта. И призыв все получили, и качество проведения соревнований намного лучше. Это в большей степени по отзывам как спортсменов, так и любителей. А вот на следующий год в таком же будет разделят? Ну, мы пока подводим итоги этого года. Есть предложение, конечно, нам придется для центрального старта подыскивать другое место. Скорее всего, не 500-летий парка. У нас есть разные мысли, поэтому пока преждевременно об этом говорить. Но есть уверенность, что на качество и на количество участников решение по месту проведения никак не повлияет. Мы все-таки же настроены улучшить место проведения и улучшить качество проведения самих соревнований. Потому что это сегодня востребовано, люди это ждут. Мы не имеем права, по крайней мере, не дать возможность всем любителям спорта участвовать на этом большом лыжном празднике. А как оценивать саму трассу? Снега было очень много, все успели? В этом году, как никогда, снега действительно было очень много у нас. Хотя вначале у нас были небольшие опасения. Завозили даже снег. Городка администрации снег завозил. Ну, в последние недели, как сами видите, погода нам в этом здорово помогла. Лыжные трассы были подготовлены достаточно неплохо. Работали у нас специалисты на этих трассах. Привлекли, скажем так, самых лучших специалистов для того, чтобы они трассы подготовили. По крайней мере, со стороны участников таких нареканий к трассе больших не было. Поэтому с каждым годом мы учимся проводить такие массовые соревнования. Надеюсь, что в ближайшие годы это только будет по нарастающей. А в субботу вот отмечался день зимних видов спорта на Олимпийском. Что расскажете про это мероприятие? Как готовились? Как прошло? Вы знаете, мы сразу для себя определили, что день зимних видов спорта, он должен пройти не только в Чебоксарах, но и во всех муниципальных образованиях. Во многих муниципальных районах у нас проходили различные соревнования, как по хоккею, по конькобежному спорту, по лыжным соревнованиям и ряд других оздоровительных массовых зимних форм праздников мероприятий. Да, Чебоксары для нас это была центральной площадкой на стадионе Олимпийский. Мы решили этот праздник отметить. Здесь мы попытались собрать всех участников, которые непосредственно участвовали в зимних Олимпийских играх. Была хорошая дискотека, показательные выступления прошли очень успешно, я считаю, по шортреку, по хоккею, по фигурному катанию. Кстати, в фигурном катании за последние годы мы делаем уже достаточно уверенные шаги. То, что мы увидели два года назад, когда мы только начинали этот вид спорта развивать, даже во время Олимпийского огня, когда были показательные выступления, вот эти же спортсмены у нас выступали уже через год, и мы видим, как на глазах наши спортсмены растут, и качество показательных выступлений становится лучше. Поэтому мы надеемся, что благодаря вот таким большим спортивным акциям нам удастся зимний вид спорта еще на порядок выше поднять. Тем более у нас, как никогда, мы впервые в истории участвовали на зимних Олимпийских играх. Спортсменка наша республика участвовала в таком виде спорта, как фристайл, дисциплина, могл. Есть большая надежда, что в ближайшие зимние Олимпийские игры у нас представительство, спортсменок Чувашской республики будет только нарастать. А вот еще один спортивный праздник скоро, 13-го будет числа отмечаться. Это сельские зимние спортивные игры, да? Что про них расскажете? Соревнования будут проводиться в городе Ядрине по девяти видам спорта. Хочу отметить, что кроме традиционных видов спорта мы здесь проводим соревнования среди механизаторов, среди дойеров. Очень зрелищно у нас проходят соревнования среди спортивных семей по четырем различным группам. Поэтому, пользуясь случаем, приглашаю всех любителей спорта прийти, поддержать команды из своих районов. Потому что действительно очень хороший спортивный праздник будет проводиться в городе Ядрине. Место проведения мы выбрали не случайно. Мы ежегодно проводим конкурс на право проведения этих сельских спортивных игр. Потому что сегодня желающих у нас много. Принять к себе, да? Да, да, потому что это престижно. Сегодня спортивные сооружения, слава богу, у нас в муниципальных образованиях они достаточно хорошие, современные спортивные комплексы. Вот по итогам проведенного конкурса в этом году Ядрин выиграл. Конечно, самый главный критерий – это наличие спортивных сооружений в муниципальном образовании. Конечно же, это опыт проведения подобных комплексов соревнований. И, конечно же, немаловажный фактор – это наличие квалифицированного судейского корпуса. Вот этим всем требованием, на наш взгляд, в этом году более хорошо подготовился Ядринский район. Надеюсь, что все будет в самом высоком уровне проведено. Это большое спортивное событие. Ну, мы надеемся, что мы по итогам финальных соревнований отберем сборную команды нашей республики, которая уже будет представлять нашу республику на российском финале, который будет проводиться в Пермском крае в конце февраля месяца. Мы традиционно в зимних и летних сельских играх вступаем успешно. Надеемся, этот год тоже будет для нас успешным. Да, за мою медаль. Да. Ну, спасибо большое, что пришли к нам в студию. Я напоминаю, что вы смотрели программу «По существу». В студии была Марина Рябцева. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова